А потом я схватила топор, а Коля сзади стоит, он испугался тогда маленький. Я до дверей дохожу и переоткрывается потолок. И люди уходили по потолку с дома. Какие люди? Ну кто-то залез хотел нас воровать, и меня б удил домовой, чтобы я проснулся. Они через чердак ушли. Я же тогда выскочила на улицу. А домовой куда писал? В одной ночнушке с Коля он ходил вообще. Куда Андрея вызывали? Ты на квартире живешь? Она пьяна. Она пьяна. Кстати, Самуэл, вот это очень дорогие эти. Это то, что в сеньоры вкрала, расскажи. Нет, это стил Либер. Это мне моя, этим, я тебе скажу, летная надежда. Это Розария? Нет, это моя одна сеньора. Вот та, что картину я покупал, нет? Она мне подарила, говорит, это тебе от меня будет на память. А какая-то итальянка ко мне пришла и говорит, боже, Света, это, типа, они валят, говорит, если тебе будет в жизни тяжело, ты можешь так продать. Хорошо, скажи, а как залил эту сеньору, что я купил картины? Для Луиза. Луиза, а, мы были у нее дома, Коль, помнишь, у Луизы этой? У меня, кстати, от нее подарок есть, такие, этот, для фотографии, такие ободочки. Ну, тоже какого-то там известного, этого. Ну, мне просто, конечно, надо его или продать, по-моему-то. Ну, тоже дорогой. Сеньора, моя сеньора. Маза вон, наверху, посмотрите. Моя госпожа. Мурана. Ей 80 лет. Так. Вот это. А еще что? Ну, как, знаете, это за двумя зайцами, помните, когда Ащеша. Не, ну, это мне все подарили мои, там я, они все занимаются антиклариатом, и они мне дарили, то есть. А ты, что там подарил? Света, я никому ничего не дарил. А мне, знаешь, что понравилось? Я люблю Салат. Вот ту картину, которую там у Колих в этом, мне очень нравится. То я в Италии купил. Кстати, я тебе хочу сказать, ты забыл мне эту картину у меня наверху. Не вспоминаешь о них. Никки. Есть там, по-моему, одна картина, да? По чердаку? Нет, вот тут в твоей комнате. А зачем вы напомнили? Потому что он за нее забыл. Она лежит, у меня просто закрыта простыня. Я такую картину не знаю. Ну, вспомнишь. Не вот та, где природа, вот та зеленая, огромная. Посмотри, ну, это твоя картина, уже не моя. Хорошо, это самое. Когда ты хочешь на чердаку? Нет. Не, у Коли в этом. А вот эта покривала, что у меня на кровати, где ты взяла? Она тоже дорогая. Вот эта покривала, кстати, вот этой женщиной, это вязала ее мама. Ее мама. Вот это, что, басейщики? Ее мама была известная, там у них, они в Тива лежали, она известная, принимала рода акушерка. И она вязала ей это покрывало. Она тоже, она где-то мой лет 70, 70 даже и больше. Она ручную стелила, она связала и подавила своей дочке. А дочка не хотела, ну, знаешь, какой-то сейчас они стелят, а потом они же как модерна, все новое, это. И она держала как память о матери. А потом она говорит, Света, у меня никто не... Если ты что-то дома, может, из тебя нравится? Это сестра вот этой Луизы тебе подошла. Да, да, их родственница, это по их поколению. И она вот это сделала, вот это покрывала. А я им пользуюсь, я закрываю им. Оно же все-таки ручная работа, делана именно крючком, она сама это все... Они мне смеются, говорят, ой, тряпка какая-то. А что? Ну, мы все смеются. Оно плетеное, такое плетеное, красивое, сверху кровати накрываю. Очень большое, вязаное, очень классное. Вот кто понимает, кто и понимает. Можно мне еще мандоры? За шор на дерево. Ой. Ну, эти бокалы нравятся, кстати. Не, да, что у меня. А мне вот такие? Нет, вот из такого легче пить, конусного. А вот так, наверное, красиво. А мне кажется, из этого можно пить вечно. А вот то, смотри, как... А мне тоже бакал больше, да? Да, и мне тоже больше, да. Ой, шикарная мандора. Она калорийна, зараза. А вы сухой тоже попробуйте, она тоже хорошая. Ой, мандора шикарная. А мне красиво это на свету смотрится. Ой, вообще. Ну что, давайте поднимем наши бокалы. Андрей, поздравляем с вашим праздником, с днем рождения. Вы знаете, наверное, самое большое счастье, это когда... Вот видите, нету света, там летят ракеты, летят шахеты. Но когда рядом родные и близкие люди, наверное, вот это и есть самое теплое. Я хочу, чтобы еще долгие-долгие годы ваша семья вот такая была непоколебимая, чтобы все родные и близкие были с вами рядом. И, естественно, пускай в стране наступит мир, чтобы каждый новый день вы принимали с радостью за вас. Ура! Да и народженья. Ее у каждого. И замужного. Ой, не знаю. Да я про вот эти, про домовых. Гарик, а ты веришь, что ты вообще в такое домовых, там вот такое что-то? Я верю. Я вообще не верю, кроме людей. Не, ну серьезно, в домовых веришь, что такое что-то? Да ну есть оно, наверное. Я не верю. Вообще говорят, что верующие люди не должны верить в это все. А Света, ты не верующая. Даже мультик есть про курсы, там что-то происходит, и человек не может объяснить, значит оно что-то есть. Як же, церковь говорит, что веришь, то грех. Я тоже скажу. Я не знаю, чи це квартира такая, чи что-то такое. А ну, а ну, сейчас мамур. Вот мамур. Я сама, с котиком. Что-то как бабахне. Я думала, может, кит со скотчем с кресла и зачепит что-то, лежит. Время проходило, опять бабах. Мне так страшно стоять, думаю, боже, чё твари, кто будет столько, чё ж мне делать. У меня телефона нема. И если было, я позвонить не могу. Вадим, она бабаха, и я, как спала, тоже так, как десь. Десь в квартире, воно так и бахает. Если мне страшно, не страшно. Ну, наш же мужик повесился в квартире, там, где мама живет. А в який период? Что он скажет? Давно. Ну, я не знаю. Не знаю. Повесился в коридоре. Да, да. В коридоре повесился. А, может, его и душа ходит. Много лет назад там. Ну, так кажешь. Лет 30 назад. Да не знаю. Дом же 57-го года. Вы не можете, вы не можете жить, тяде. Отверниться. Висельник был. Я когда маленькая была, я вспоминаю, у мамы мы жили еще на гушаке, и маму постоянно шикотил ночью. Та я еще чуть-чуть, никто там не висился. Нет, я повесила сам, и он давал машину сфальт. Да. Прикрой, да? Я повесила, я повесила, я повесила, я повесила. Я за кем очима сижу. Я це маме рассказывал, что повесился мужик. Его звали Серега. Я не верила. Там жила женщина Таня, я думала, что это правда. Там жила женщина Таня, говорю. У нее было трое детей. Мальчик, два мальчика и девочка. Ну, как у мамы, знаешь. Он на 11 лет был ей старше. А у него же Серега был на 11 лет. То есть младший, младший. Я вот рассказываю, а она даже не поняла, что я про прикол. Я зрозумела, что ты про меня. Ага. Ага. Как только обязательно сбывается. Да, каже, как у меня, каже, как у тебя. Ну, да, каже, похоже. И тоже дочка, два сына. А будет часто такая, какая-то такая ситуация, что я ее уже бачила. Что же это было. Вот смотрите, каже, Нади свечка. Какая-то, блядь. Да, у Нади сильная. Тебе надо было Олесину сюда взять, заполыть. Центр стола поставить для кабучи. Она же в курсе дела, что у меня что-то Олесина свечка. У Нади защита. Свечка чувствует такое. Да, да, да. Херочек. Да, Олесечка, Олесечка, ты будешь бачить спасибо тебе великое. Красное огонь, действительно. Не взираю ни на что. А знаешь, честно, у нее только планы. Почему она так горит, ты знаешь почему? Почему? Фитиль наоборот. Уже дебилки написали, что это Незиня. Незиня звонила. Да там фитиль был тоже. Незиня на голову. А, такожи сам? Конечно. А ну позвольте свечку, когда Тетяни Васильевне поднемся, я к ней буду гореть. Плавно. Да они просто дышат, а там оно, это, испарение. А тут вообще, смотри, черный дыш. А, то короче алкоголики, то кто бы еще выпил и сортал. Надя, ты точно эта, какая чернокнижница. Что показываете? А вот водряг сухар. Меликая Вавилонская штука. Ёб твою мать, на глазах. На глазах меньше стало. Ёб твою мать. Свят, свят, свят. Надя, ты ведьма. А ну, халинку, уваги. Халинку, уваги, так, а ну. Так, писари, осторожно. Вон мой адрес, осторожно. А мы тогда все напряглись. А вы не знаете, как у нас она меня. Законно, да. Бачишь? Вот так. А между прочим... Плюйте через левый плющик. Потому что, впрочем, мы все даже... Глянь ты на свечку. В средневековье. Затухай. Глянь ты на свечку. Они ходили каждый день с лампами. Или с такими этими. И обходили каждый угол, чтобы почистить. Мама, спокойно. Дови, что робится с надяной свечкой. Дови, давай, давай. Жест. Она дыхает туда. Как не, она далеко. Ох ты, куля. Глянь ты на свечки, блядь. Как будто кто-то дует. Ёб твою мать. Да вы не дует. Так, кто дует? Да, так. Надя, гляньте, никто не дует. Кто дует? Нет, он Артем дул. Вырежите это. Это что значит? Нет, она сейчас бушует. А это значит, что... Смотри, смотри. Опасайтесь описать херню. Вот так. Вот она есть, Олеся, блядь. Поймалась, блядь. А ты нет, наконец-то вышла. Да. Ты долго хранили. Да. Я выляпну. Я выляпну. Мне интересно, что эти кобылы скажут, если мы поедем с ней встретимся еще раз, я запишу видео с ней, попрошу. И когда она будет до меня в гости приезжать, если мы договоримся. Что будут кобылы эти казаки? Конь, че не, блядь. Конь, че не, блядь. Пытают, а где цветы для Телли Васильевны? А что, она высылала тут раз для Едика цвета? Цветы, я не помню. Нет, нет. Мама, Олеся тебе не высылала цветы, когда Едику день рождения было в том году? Нет, я, ну, как у вас, у Едика был день народжения, Олеся же не высылала вам цветы. Нет. Нет. А вот, кстати, как у тебя был день народжения, мне его на то же не знала. За тебя. А за Едика не, да? Нет, Едика не. Да. Мама, слухай. Мы хотим привитать от нас всех, Эдика, знаменароджения, пожелать ему тоже его семье здоровья крепкого, благополучия всей семье, всего самого наекрасчего, что можно пожелать, исполнения всех желаний для Эдика, для детей, для его жены, и здоровьечка, главное здоровьечка. Мама, за Эдика пьють. За Эдика. Да? За Эдика. Света же сказала, что... Мы не помним, мы его не бачили, так как говорится, он бачили по телевизору. И мне ответили, сказал спасибо большое, что меня поздравили. Я очень рада, спасибо, Света. Тихо, подождите. О, стой, стой, стой. Рука, ты в глаз. Того свечка, руку я там не свечка, на сердце аж легче с того, Света. Да вы это что? Ну, средние, браты. Знаешь что, я такую руку, а сейчас она человек сочинала. Редный батьки. Маша, что батька. Вот мне сегодня, кстати, тоже... А ты живешь? Андрюш, я тебе просто не сказала, Леша. Леша сегодня, с самого утра, в 5 часов, когда я встала, он написал смс, чтобы тебя поздравить с днем рождения. А, написал? Да, он. Какая Леша? Мой брат. А ты же в тюрьме? Срабатывает это. А вы его закрыли в таду? А пустая. О, тьфу. Ну, как видео подивиться, как видео подивиться, то побачить. Писали же си, Коля писали, Санвел. Как он дивится видео, то побачит. Там кто-то ходит? Барабашка. Барабашка. Слышишь, прикол? Кажут, сделай канистры 69. Я кажу, Надя, что такое 69? Она не знает. Я сказал. Она маме рассказывает. А мама сидит. Я кажу, ты же рассказала? Я кажу, я сказала за 69. А мама, я же сказала, Татьяна Васильевна за 69. Мама сказала, сказала, что поза в сексе, тогда. А кому, кажи, 69? Вот чешок. Мама такая, так а кому 69? Поняла, поняла, кажи, что поза в сексе. А так а кому 69? Ну такие, они там продвинутые, они знают все позы. И они, Надя, а я кажу сама, а что ты мне кажу, жила лишися? Что воно таке? А он, ты не знаешь, не знаю. Да ты кажу, делала, только не знаешь, как называется. Надя, делала? Вы все-все знаете. Надя, а делала? Это не звезды. Это чертишка. Это вальтом, а вальтом. Это так может, Самвелка, это так может, оттуда я в тебя питала, откуда пошли лесбиянки. Как вроде бы, оттуда лесбиянки. Так это может мужчина и женщина. А это мужики мало. Ну может любить. А там запустили женщин, привезли. Так, а это может и две женщины, и два мужика, и женщина, и мужик. Какая разница? Не, ну там уже... Ну как, какая разница? Ну. Да при чем тут той остров, я вообще говорю. При чем тут остров, я тебе вообще говорю. Ты с Аршалуйцем этим занималась? Нет. Вальтом лягала? Нет. А что лягать? Лягают вальтом, если не мое место спать. Я воценю. Ой. Убит Google как. Убит με, у колокольчик. Мама, а ты меня убила. А как вы сексом занимались? Здравствуйте. И еще что? Не, ну вы что, вальтом не лягали? Ну, ч, какого черта? Для разнообразия. Ага. Еще что? Для разнообразия, как бы только вальтом, что хочешь. Хех, 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 хех. Там и тузом червовым Можно лягать Мама смешная Для разнообразия химатики вальков Мама ж каже Я бревном не была Я бревном не была А куда Света еще? Там же входы Света пришла домового Выгонять Топором махать Закрывай Светлана двери А как переезжают Кажут с дома Другие И всегда должны казать Домовой, домовой Хорошо, а куда тот домовой девается Не, а тот, который там жив А если это новый построенный дом Новый Идет по дороге Идет по дороге Идет захода в хату Новый построенный дом Ну они в новый построенный Откуда же едут? Ну может он построенный стоит 20 лет Там что домового нема? С людьми приезжают? Нет, ну люди Вот из какой же хаты ездят? Ставитель партии Он может в пространстве летать Зачем ему с хаты идти? Я вот здесь Я когда-то ходил к нервопатологу По сонному параличу в Уфе И пришел и рассказываю Она говорит Говорит, вы мне не верите? Я говорю Она говорит Да что ж я не верю? Говорит, у меня у самого Я с домовым разговариваю Он мужем голоса разговаривает Со мной домовой А я такой думаю Ну я подумал, что она больная У меня-то сонный паралич Я понимаю, что это такое Причем тут домовой? А ты была сейчас в инвестиции? Да, часто Серьезно? Ужасно Что ты можешь сказать? Кажи, скажи Теперь скажу Надя не сказала утром А сейчас я теперь понимаю Что мне такой сон проснится Снится тетя Маруся Наша соседка Что по покойникам читала Бабушка помырла Она читала Она за бабушку на 3 года И дедушка Она читала И вот мне не снится Она вроде бы пришла до меня И в ней на руках Девочка маленькая И она кладет ее в коляску И каже Таня, посмотри, пожалуйста Мне надо конец города піти Что-то взять И я стояла нянчила И думаю, господи Так когда же она прийде Когда пришла Ну все, тетя Маруся Все, иди Диво 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 разговор Ой, Боже, мой Ну чему мне маленький ребеночек снится Может это к чему-то другому Не такий здоровый Такое, что уже сидит Может сидеть в коляске Вот таке Диво тут нема ніякого Все-таки А яке диво Я ему написал Возьми, работа ночью тоже Ну я ему написал Поздравлю Роженю То есть голосовые Да, он мне ответил А можешь зачитать, что вы написали? Ну чё? Ну чё? Ну чё?